Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 341. События дня. Эпиграфы. Яков 4.4. Прелюбодеи, прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Ведь это речь обращения не только к человеку какому-то, а видно, что во множественном числе говорит. За две тысячи лет-то сколько попало в графу в эту? Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Дружба с миром, по-мирски, мирские заботы, все это. Я вообще много времени потратил, посмотрел, на роликах 5, наверное, Тахтар Толешов. Это директор пивзавода в Чемкенте. Как он подмял все, и у него спецназ был, день рождения справляются, самолеты там, целый парад устраивали. Люди международные там приезжают, какие у него звания, все. Бесследно исчезают его противники. Это всегда такое было. Раз, арестовали. Назарбаев для чего-то тоже живет. Готово дело. 21 год. А сегодня никто, говорит, его и не знает, сидит. Я бы раньше его не слышал, не видел. Ну, как этот Саид в Дагестане. Точно так же. Страшная сила власть. Вот довольствуется тем, что есть. Остановиться и уже хватит. Нет. Захватил всю Европу Гитлер дальше, но это уже в большем масштабе. Советские. Все захватили. Уже пол Европы под коммунистическим мигом. Раз, ничего нет. Нету нигде. Все ушли, все враги сделались. Казахстан надо. Финляндию подхватили. Польша была. Это как провинции. Ну, под протекторатом России были-то. И везде так. Сатана сколько бы ни имел, на небе третью часть соблазнил. Здесь все мало, мало, мало. Как, говорит, а кот на крыше. Это что? Ну, это они люди мирские. Ну, не совсем и мирские. Бывает, что под именем Бога это делается. С нами Бог. На каждой бляхе выдвинут. Ты умираешь, ты захватываешь, ты убиваешь. Но с нами Бог. Вот любой, что делает. С нами Бог. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Не знаете. Да-ка что, я не беру там какому-то тахтару подражать. Нет, я... Ну, просто я люблю. Ничто человеческое мне не чуждо. Там разные столбы ставят, голые бабы лазят. Вот у нас сосед тут такой рядом. Ну, строят-то такое, что ночной клуб, как. Все, приезжаю летом. Не было здесь. Приезжаю. Умер. Умер. Так он же еще и не старый был. Все кончилось. И вот теперь все эти столбы, это там имение, сколько здесь. Тут все захватили. Даже думали, нас тут сносить ради него будут. Я запрос сделал. Городская администрация ответила, что вроде ломать не буду тут. Улицу целую отдают. Все куплено. Я говорю про Барнаул. Про Барнаул. Вот надо... А старики живут дом, что это спалили вместе со стариками дом. Все теперь. Ну, а пустырь-то купить можно. Дружба с миром, с такими людьми, вражда против Бога. И так, кто хочет быть другом миру, вывод какой и так, тот становится врагом Богу. Даже ты не хочешь, ты становишься им. Становишься. То есть, у Бога это записано. Ничто нечистое туда не войдет. А мирские навыки, привычки, вот эти, справляя дни рождения, все где надо. Детей там-то за границу посылают учиться. Обязательно иномарка должна быть. Как у цыган. Склеп сделает, ему телевизор туда дадут. Это все отпевает. Придумали ценики какие-то. Если священник один, то одна цена. А если с дьяконом, другая. Если хор поет, это еще больше цена. А если священник выйдет с кадилом на паперь, то есть на крыльцо, то еще другая цена. Вот все расписали, все. То есть, обогащение, вот эта зараза, буквально захватила корень всех зол серебролюб. Это прямо в церкви православной, в настоящее время. Это мне священник рассказывает. А я и не знал про это. А он говорит, не знает, что ничего. Внесут в гроб. А кого хоронят? Барона цыганского. У них обязательно в гробу крышка, чтобы было видно. Трубочку поставить, чтобы дышать можно было. Ну и эти все такие. Какие похороны устраивать? Памятники. Нужно это или нет? Дружба с миром. Куда не посмотри все мирское. За 17 ноября 2016 года. Не 17-е, наверное, 18-е. Вообще даже 18-е было. Что-то я не досмотрел или что. Тут надо тоже посмотреть, не ошибка ли какая. Сегодня это 19-е. Ну и далее то, что впереди был эпиграф. Вот эти четыре места. Прочитайте из Библии. Затормозите и прочитайте. Сегодня 19-е. А 19-е я знаю. Ну и дальше два-три ролика. Я их сейчас составлю. Посвящается всем ушедшим из православной церкви. Вот этот ролик. И дальше тут наши беседы две берут. Как? Контур вот здесь нажми. Крайний левый самый. Левый самый крайний. Держи. И поставь курсор и щелкни левый. И она сразу откроется. Куда надо выведет. Очень легко. Мне вчера одна пишет. Галина Влеська. Я с ней не встречался. Но Кузнецкая. Я не боюсь. Ее называю. Где живет. То есть я знаю, что ее не поколеблют. То есть это твердо. Потому что недруги мои. Против меня. Которые. Ну просто перешли грань дозволенного. Как я думаю. Есть такие похулившие Духа Святого. Они начинают человеку. Городец совершенно невероятная. Верующие при церкви работают. А сатанелы. Не дружба с миром. А дружба с сатаной. И заливают их буквально. Если бы оторвать. Чтобы он ушел в мир. О ней не заботится. То есть слуги дьявола. По-другому не назовешь. И вот она пишет. Вот эта крепкая женщина. Новокузнецкая. Мир вам и благодать Господа нашего Иисуса Христа. Братья. Прошел 20-й Всемирный Русский Народный Собор. 1 ноября 2016 года в Зале Соборов при Храме Христа Спасителя в городе Москве. У меня вопрос. Дорогой наставник Игнатий Тихонович. Представим. Вам дали слово на этом соборе. Что вы сказали бы по теме этого собора? Россия и Запад. Цивилизационные вопросы. И тема, и где, и что бы вы сказали. Вот понимаете. Женщина где-то. Никто не написал мне этого. Женщина простая, врач. Не встречались никогда. Но мои книги у нее есть. В Зале Собора в Москве навскидку. Услышали около 500 присутствующих. То есть она не знает, но примерно было. Но вас смотрит большее количество людей. То есть с любовью. Спаси Христос. Понимаете. Сколько людей. И как бы услышали. Я отвечаю. Вот на это что можно ответить? Я сейчас пока не показываю. Ну кому-то из вас, которые на нашем ресурсе бывают. И вам вот это сказали бы. Как? Было такое, что на избрание патриарха, когда готовились, должны были быть депутаты. Я высказался, что я бы поехал. Я вообще неподвижный. Бесплатный билет у меня в любой конец страны, как репрессированному льготу. Я еще ни разу с 92-го года не ездил. Не люблю это. Бесполезно. Ну а если бы вызвали? Поехал. Поехал бы при условии, что сказали бы, что дадут слово. Не просто для туража пешкой сидеть. Я бы сказал, каким должен быть патриарх? Да и отвечаю. Мир вам, сестра Галина. Вопросы и ответы – это моя стихия. Как говорила мне исповедница Христова Зоя Александровна Крахмальникова в Москве, у нее на дому. Она говорит о кабинетной работе, она пишет книги, брошюры, кандидат наук в литературу в Москве, в институте и прочее. Воображение первое из шести необходимое для любого лидера качества. Далее, что за воображением знания, умения, решительность, беспощадность, привлекательность. Говорим сейчас о воображении. Его трудно выработать в позднем возрасте. Мне же это Господь дал с самого юного возраста, почти с детского. И всегда этого было начало в страхе Божьем и ожидании суда Божьем. Когда мой отец, Тихон Дмитриевич, приходил с очередного колхозного собрания и говорил, как там решались дела, а он молчал, как неграмотный, без единого класса в школе. И говорил матери моей Марии Егоровне, как надо было бы сказать поступить. Я это все впитывал и тоже рассуждал обо всем. Вот маленький-маленький еще помню был. Что видел-то? А что же из этого может быть дальше? Что произрастет из сказанного или сделанного потом, вдалеке от этого дня? Я всегда думал, а почему не тядьку нашего туда избрали? Вот веневать избирает что-то, а я вижу, он придет и рассуждает об этом. Я ребенок понимал, что он умнее их. Умнее. Он говорит, что сейчас дали разрешение. При Хрущеве было. Или поросенка держать, или овечку. Две уже нельзя. Понимаете, какая людоедская была власть там. Или там три овечки, пять овечек. Ну и все бросились овечек. Дали, что это свинья. А отец наш пришел и говорит, совсем не понимает. Свинье надо корм готовить. А отходов сейчас не дают. Ну и заколол ты свинью, у тебя боровок. Что у тебя там? Ничего нету. Надо держать овечек несколько. Овечек и овечка, а на траву ест и все. У нас всегда были овечки, было мясо. Даже такое простенькое. Вот что не рассуждает отец? У него все умно было. Почему? Он хоть маленько был верующий. Когда я вел занятия в университетах, школах и других местах, на радио, в милиции, то мне задавали тысячи вопросов. Не сотни, а именно тысячи. Я ответил и ушло, ответил и ушло. В письменном виде все такое условие у нас было. Я не сохранял их. А что они бумажки значат? И тогда подошла одна женщина и говорит, а вы могли бы вот это вот сейчас сказали, забытое все выразить в книгах? В книгах у меня не было ни одной книги. Ну да, вы вопросы-то эти сохраняйте. Вопросы-то очень интересные. И вы отвечали как и. А дома-то вы бы спокойно ответили. А я любой вопрос отвечаю. За 25 лет, которые я в школах, в университетах всюду отвечал, не было ни одного вопроса, на который бы я не стал отвечать. Под меня подкапывается такое. Вот говорят про вас. Вы учились там где-то в Египте на Чародея владеть людьми, там зазомбировать. Ну я все отвечаю. Нигде я не был. Египта не знаю. В Индии там другой не был. Не знаю. Это вредное дело. Я карается канонами и Богом. Все. Доказательств никаких никаких нет. Ну и все понимают, что глупости городят. А вот вы говорят там о ЦРУ, там от КГБ на них работаете. Ну какие-то факты, чтобы я-то знал, что работают. Они даже еще там не платить, раз работают. На что я-то могу ответить? Ну отвечаю во свете Библии. И когда стали просить потом расширить ответы, то я стал собирать эти вопросы. У меня целый мешочек накопился. Вывалю их там все, ну и тогда уже группировать, по группам разбить. Отдельно о церкви вопрос, отдельно о семейной жизни, отдельно о государстве, о будущем мира. И это у меня на моем сайте, мой сайт, библейский православный сайт, я его покажу. Там сохранились, сейчас 55 папок я разбил, 55 позиций. Представьте, вопросы по позициям. Я не знаю, вот Смирнов отвечает там, есть ли у них у других такое, где-то прочитать вопросы. У меня можно. Тысячи ушли навсегда, не быв записанными. В своих книгах открытым оком отвечаю на 4124 вопроса, которые сохранил. Вообразите, 4 тысячи. Некоторые ответы объемом на целые страницы подробно. Это все на нашем сайте. В интернете распространялся мой ответ на вопрос, что бы сделал, будучи избран патриархом или президентом. Я не знаю, вот когда задают вопросы, там Головин, там Максим Коскун, то есть хорошие батюшки, отвечают. Задают им такие вопросы или нет? Я какую-то претензию показал, как этот Тулешов. Нет. Ну а почему? Не знаю. Но я отвечал на это. Почему? Я их и заранее обдумал. Это вы только думали, что вас президентом не думал. Вот если объявлено было или написано в календаре на такой-то день, считать такое-то. Но я же мирянин, мне нельзя в храме говорить. Я каждый день вот иду, еду и мысленно составляю проповедь на евангельское там апостольское чтение. У меня был хороший знакомый, кандидат богословских наук, пиловаров, отец Александр, Новосибирск. Чудные проповедники, божий дар, настоящий. Настоящий дар. Сохранились некоторые проповеди, он в машине сгорел. И вот мы едем, а мы у него жили, три брата, я, отец, Аким, Павел проходили. Семинарию окончили на дому. Как он преподавал, это у, какой талант огромный был. И едем, едем, ну, в самой последней, у двери почти туда там, у стекла стоим. И он говорит, вот сегодня говорить такую проповедь надо, на такое, это вы бы еще сказали. У меня нет ни образования, ничего, и мы едем вместе. Он выше меня ростом. Но что интересно, он был старше меня на один день. На один день. Я говорю, я бы сказал так. И сразу говорю им, почему? Я уже знал, какое евангельское чтение, я мысленно составлял тысячи проповедей. Я не мог говорить. Тысячи пропали, когда я говорил, не записывали. Ну, иногда в неделю в храме говорить, 25-30 минут, у меня до 8 проповедей было за одну неделю, если праздник. А если праздника нет, 4 проповеди ниже не было, 4 проповеди каждую неделю. Ну, и вот я считаю, сколько их было. Если у меня 53 года. Что ты говорил? Я ему говорю. Он выходит и говорит почти слово в слово, память какая была. Ему было не стыдно это? Нет. А другой, да что я его буду брать, подумать, что я у него взял плагиат? Нет. Я стоял и радовался. С кем у меня Бог свел? Его брат, он ко мне очень не расположен, отец Борис, он в Новосибирском академгородке протеерей, магистр богословия, там может быть доктор уже, не знаю. В интернете распространялся мой ответ на вопрос, что бы сделал, будучи избран патриархом или президентом. У меня на эти вопросы есть давно уже программы действий и указов. Какие бы я указы сделал? Будь президентом, вот президентом, первый указ бы я сделал, отвечаю, срубить все вот эти лежащие полицейские. Сколько зла от этого. Да ну это глупости. Ну с глупости начал бы, а так дальше видно было бы. Во свете Библии. А если бы патриархом были, ну первое, что сделал бы, издал указ, прекратить строительство храмов, часовин, все, и рассчитать все, где брали в долг. Кабалу эту скинуть с себя. Ну а дальше в один день образовать тысячу училищ. А где бы взяли столько проповедников? Я говорю, я уже договорился с баптистами, что они не будут трогать догматику православную. По двум вопросам преподавать. Любить Бога и любить Святую Библию, любить Христа. А они это знают. У них надо поучиться. Так а толкование то другое. Ну, про толкование я не говорю. Толкование православное остается. Канон они не трогают. Божью Матерь не задевают. Святым не молятся. Только научиться любить Бога за Его любовь. Любить Христа. Чтобы люди родились свыше. У меня на эти вопросы есть давно уже программа действий и указов. Итак, о соборе. Его не видел и не считал. Ну, когда я после этого вещь все-таки не утерпел, я посчитал, посмотрел. Готов отвечать хотя бы и сию минуту. Просто вопросы и ответы без подготовки вообще. Но кто-то должен знать содержание собора, смысл его, состав, назначение и каков был там результат. Вот вы, я ей говорю, Галине, не возьмете слеза это. Как инициатор такого благого дела пишите и назначим время. Только сначала напишите мне, чтобы обговорить время и чтобы я его не занял другими делами. У меня возможность с двух до шестнадцати по Москве. Галина отвечает. Понятно. Аз, то есть я женщина, больше молчу. Я отвечаю. Первая корида, 13, 14, 34. Я сначала выделю, как у меня принято это, курсивом, жирным и другое. Жены ваши в церквах домолчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит, то есть ветки завета. В церкви молчать должна, в храме, а по скайпу можно. Она мне отвечает. Я стесняюсь. А потом пишет. Может, кто из братьев возьмется составить резюме на выступление патриарха Кирилла. Мне в основном понравилось его слово к русским и западу на этом соборе. Хороший он. Кто он хороший? Патриарх или собор, или выступление, там не знаю. Столько всего наизменяли и до него. Видимо, о патриархе речь. Вот только Христос не изменится никогда. Был, есть и будет. Аллилуйя. Вот правильно написала. Когда пишет Аллилуйя, два ил впереди стоит. На второй ил. Иди кратко, и, а. Даже это, то и, то и. Ну, посмотрите, как в Библии написано. И чем закончилось? Ну, это на утром уже я получил. Ничем, никого нету. Поэтому от меня ничего и нету. Кто возьмется за это? Я ко всем обращаюсь. Я отложу этот вопрос. За это время я посмотрю выступление патриарха. Я его не считал и не видал. Ну, теперь уже понятный какой вопрос. Составьте вопросы. Допустим, я бы был там. Как бы надо посоставить? Ну, не подумайте, что я заношусь. Меня вызывают. Я называю, кто? У меня было не раз так вот. Вопросы-ответ. Уже книги выходят. Ну, а там молодой парнишка брату старшему говорит. А что, Игнать? Он сам вопросы составляет, а на них отвечает. А когда сказали, я это засчитал сразу. А книга новая вышла. И как кинули смотреть, они говорят, а вот мой вопрос. Один через плечо смотрел, а вот, говорит, мой вопрос. Но, в первую очередь, те, кто ходит на занятия. Ну, и все. Опровергать не надо. Тут же люди нашлись. А ответы, это мои ответы. Юрий Соболев. Мир вам, Игнать Тихонович, вчера в пятом томе считал вашу рецензию на книгу Рогозина или псевдорогозина блестяще. Побольше бы таких критических статей. И сами бы сектанты, чей разум окончательно не поврежден, сожгли эти лжеизыскания. Павел Иосифович Рогозин. А между тем, вот как ныне в Европе. Слово Божие недалеко от запрета, судя по этому факту. Вот это надо контрол нажать, и ткнуть, и посмотрите. Суд обязал французского политика заплатить 5000 евро штрафа за библейские высказывания о гомосексуализме во время интервью. Сообщает такая-то. Интервью задали вопрос, он ответил 5000 евро. Это ничего себе. В апреле 2014 года бывший депутат французского парламента, бывший уже, лидер французской христианской демократической партии 70-летия, христиан Бутин, то есть женщина, 70 лет, не посмотрели, дала интервью журналу «Чарльз», в ходе которого ее спросили, что она думает о гомосексуальных отношениях. Понимаете? Будучи убежденной христианкой, политик ответил, осославшись на слова священного писания, «Не ложись с мужчиною, как с женщиною, это мерзость». Ну, она что-то сказала не так? Нет, так. Умница какая. При этом политик отметила, что никогда не осуждала гомосексуалистов. Вот уже отступление. Она подчеркнула, что грех неприемлем, но грешников нужно принимать. На основании этих слов два французских L, ну, ЛДПР какие-то там, тоже. ЛГБТ-то. Лесбиянки. Какие-то эти мерзавцы. Лесбиянки-геи. Правильно? А? Какие-то садомиты. Ну, это лесбиянки, L, Г-это геи, Б-это... Б. Не знаю. У русских есть такое слово Б. А Т-это трансгендеры там. Где они? Ну, короче, грешники. Объединение. Подали на нее в суд за публичное подстрекательство к ненависти и насилию. Понимаете, какие законы. А этот эти мусульмане считают. И говорят, ну что, вы хотите, чтобы вам это так было? Нет. Поэтому мусульманство двери открывает шире и шире. И поэтому таким потоком европейцы записываются. И теперь тысячи бегут, тысячи идут в ИГИЛ, вступают, воюют, молодежь и прочее. То есть так, ну нельзя сделать ничего большего, чтобы направлять против Европы людей. Вот оно. За публичное подстрекательство к ненависти и насилию. Спустя два года апелляционный суд Парижа оставил в силе решение о штрафе в размере 5000 евро. Также депутат должна была выплатить 2000 евро двум объединениям, подававшим против нее иск. То есть успокойтесь, вот вам 2000, еще возьмите. Ну а почему у Израиля этого нету? Почему у мусульман нету? И поэтому понятно, что это все делали законы, вот эти специально, как у нас тут на детский лагерь нападали нынче организации. Это все делает сатана, подготавливает почву антихристу. А что спрашивать-то? Почему там они не делают? Почему против мусульман-то не делают? Детей не отбирают у них в Европе? Нигде. А они в Дании везде, даже не подходят к ним. Почему? Сметут. Границ не оставят. Потому что они дружные. А они нравственно в этом вопросе недосягаемы для нас. Сохраняют девственность до брака. Представитель такого-то садамитов сообщества Франции заявили, что французская правосудие послала четкий сигнал обществу. Какой? То есть не смейте, не говорите, не называйте. Что интересно, на 30 ноября в Барнауле запрос был вот этих садамитов, чтобы сделать там поход, или как называют там парад в Барнауле. Около 300 человек их там подали. Сколько участвовать будет? Отказали. Барнаульская администрация отказала. Ну, у них там, я вчера только узнал мне материал этот скинули. Ну, вот 300 человек, все до одного. Сегодня они оказались в Тунисе. Или в Саудовской Аравии. Что они будут делать? Когда в Москве начали их бить, да нет, да я просто так, да то другое-то. Им заткнули бы задние места. Дырявые. Ну, и что дальше-то было бы? Ну, они бы не знали, что, куда прятались. Да нет, да нет, да не было. Да проверьте, да и не было бы. Все равно бы они их уничтожили. Я против уничтожения. Должны знать, они не просто должны умирать по Ветхому Завету, а сжигаемые были, как с Содом. Бог сжег их. Сама Кристин Бутин считает, что она имела полное право изложить свои мысли по вопросу гомосексуализма. К тому же, в своих высказываниях она четко отделила людей и их действий. Но это не надо. Людей и действия нельзя отделять, если он с ними живет. Когда мы говорим убийца, ну как? Ну, то я его, ладно, щекотила, пусть живет, а убийство я осуждаю. Так нету. Ну, и Гитлер, и дела его же, и Сталин, дела его никак не отделяются-то. И к нему все это из Музолея долой. Ну, Гитлера повесили бы. Геринга там отравился. Ну, и все остальных-то повесили. Их не отделяют. За дела из дел своих состоит человек. 1 ноября 2016 года в 10.30 в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя под председательством Святейшего. Слово Святейшего вообще неприемлемо для людей. Патриархом Московской Сеаруси Кирилла состоялся 20-й Всемирный Русский Народный Собор. Ну, он же знает, что его так называют. А почему он не протестует-то? Когда Бог только свят. Это превосходная степень. Святейший в Библии встречается только 4 раза. 3 раза о месте в Святейшем Храме и 1 раз о Святейшей Вере Ваше. Послание Иуды. Все. В сравнительной степени святее. Превосходная Святейший. Бог нигде Святейшим даже не называется. Ну, то есть придумали. А тут супер Святейший. Все Святейшие. Состоялся 20-й Всемирный Русский Народный Собор по теме России-Запад. Диалог народов. Диалог народов. В поисках ответа на цивилизационные вызовы. Всемирный Русский Народный Собор является крупнейшим общественным форумом, интеллектуальным центром, играющим значительную роль в формировании общественного пространства России. Общественное пространство России. Формирование. Ни одного слова. Это дружба с миром. Это вражда против Бога. Вот это дружба с миром. Слава Иисусу Христу! Аллилуйя! Ну, понимаете, слова какие накручены. Это что, академии заканчивали. Неграмотный человек этого не скажет. Ни одна бабушка не скажет. А из них состоит там 90% прихожан. И даже закончит он какое-то учреждение, там семинарию, академии, тоже не все слова запомнит. Формирование общественного пространства России. И для этого люди собираются, сидят. Они что-то сделают? И будут формировать? Нет, конечно. Все как выпивали, блудили, воровали, коррупционеры, все остается. То есть, а для чего это нужно? Создание видимости. Ну, как вот депутат, создание видимости. Что-то где-то делается, а ничего не делается. Собор как общественная организация. Организация, представляющая интересы русского народа. Ну, я русский, интересы мои. У меня пенсия 6523 рубля. 35 лет трудового стажа. Ну, так, поставьте вопрос, можно прожить или нет? У меня мнение такое, что не может. А теперь, и кто участвует? Яровая, там, все, которые против идут. Самые такие предательские законы, просто уничтожающие русские нации. И они там участвуют, сидят, здороваются. Вносит существенный вклад в обсуждение всех значимых и актуальных для нашего государства и общества вопросов. Вот эти вопросы-то мне нужно оттуда поставить. Вот у меня есть такой разбор выступлений в моих книгах. Я разбираю выступление патриарха Алексея II, 60 вопросов, которые ему задают. Что за вопрос, как он отвечает, а дальше я отвечаю, как надо было ответить. То есть по Библии. Я разбираю, тогда был митрополит Смоленский, Калининградский, Кирилл Гудяев. Его разбираю 60 вопросов. Там 56. Ну, как он отвечает и как надо было. Там Козлов, митрополит Саробряшский, Адриан, Амвросий. Там, ну, каких только я не беру. Юрасов. У того, целую книгу разбирает. Две книги его. Вопросы и ответы. И в среднем, примерно, отвечают они. Шесть вопросов правильно. Пять, шесть вопросов. У всех одинаково. А 54 неправильно. Это в моих книгах все отображено. В работе собора приняли участие представители союза. Представители союза. Представители всех витей власти. Ветви там власти. Лидеры общественных объединений. Представители силовых ведомств. Это приглашали, уведомляли. Высшее духовенство традиционных религий. Пойми кто. Деятели науки, образования и культуры. Делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья. Многочисленные представители общественности. Да там можно такое бы сказать. Но вообразим, что слово представили пророку Иеремии. Что бы он сказал? Иоанну Крестителю, апостолу Павлу. Я уж не говорю Христу. Ну что бы они сказали? Вот это же самое. Эти слова бы сгорели. Их даже не было. Вот заходит. Я как-то священник один. У меня был в гостях. Тут мы идем с ним. Могу назвать даже и стул. Отец Иоанн Суворов. Я говорю, вот у вас соборание бывает такое, епархиальное, где все священники? Конечно. А кто там присутствует? Ну священники. А если бы я пришел, меня пустили? Вас? Нет. Ну а почему нет? А я христианин. Нет. Вот тогда раньше был фильм такой, Давид, называлось. И как идет Самуил, а Саул решает теперь, как царя Агага отпустить, мирный договор, куда города, куда Шикатан, куда Кёнигсберг, Калининград. Все решают, сидят. И он зашел. О чем говорите? Сколько вдов осталось? Сирот сколько он обезглавил? А он уже, Агага, уже понимал. Все, смерть миновала меня. Он берет меч и тут же голову отрубает. А когда заходит, а там стоит, нельзя, тут совещание, он его, этого воина, в сторону, отойди. И заходит, и Саул затрепетал. Я говорю, отец Иоанн, давайте такую картину проиграем. Ну у вас там, где сидят зал, там прихожка есть, ну обязательно. И кто попал, он не зайдет, конечно нет. Ну вот он заходит такой, мы не знаем кто. Одежда его такая, милоти и козьи кожи, он заходит. Так, что у вас здесь до собрания? Так, да постойте, постойте. Не разговаривает, его отшвырнул в сторону. Ну кто там, Исайя заходит или пророк Илья заходит. С мечом заходит. Добрый день, кто здесь собрались? Вы что здесь делаете? А ты кто такой? Я спрашиваю, кто вы? Князья Содомские и Гоморские. А где это здесь-то пророк Исайя, считайте первую главу. Содома и Гоморры не было, откуда они взялись? По поступкам. Ну может быть я ошибаюсь, неправильно. Давай-ка откроем мы сейчас. Вот я открываю, поисковик Тимофеем Хас оставленный. Что-то не открывается. Почему не открывается, непонятно. Может открылась уже? О, постойка. Интересно. Ну вот, теперь открылась. Ну вот, теперь пророка Исайю откроем. Исайя. Исайя, первая глава. Поведение Исайи. Слушайте небеса. И внимай земля, потому что Господь говорит. Вол знает владетеля своего. Осел ясли господина своего. А Израиль не знает меня. Народ мой не разумеет. Хуже быка, хуже осла. Увы, народ грешный, обремененный. Упорством. И далее. Новомесящие, все эти ваши праздники. Двунадесятое проще. Противно мне. Что вы делаете? Откуда вы это все взяли? И дальше начинается. Это даже не первая глава. Последние дни. А где это? Надо сейчас зарядить тогда. Это не годится так. Вот он и где. Исайя 1, 10. Я правильно сказал. Первая глава, 10 стих. Вот он и где. Слушайте слово Господне, князья садомские. Внимай закону Богу нашему, народ гоморский. Вот и все. Пусть судят. И главное судят. Это означает Библию нельзя. Говорить, цитировать нельзя. Вот это женщины. Они посмотрели на возраст, на то, что депутат, на то, что такую оговорку сделал, а им деньги надо обобрать. Ну явное дело, бандиты при власти. Ну ладно. Свои впечатления заседания собора и то, как такой форум с участием политиков, религиозных общественных деятелей, мастеров культуры и предпринимателей может повлиять на улучшение международного климата. То есть лишь бы войны не было. И развитие деловых связей с российским зарубежьем, для, я не знаю, что такое, ТПП, тут информ. Прокомментировал участие в мероприятии, президент российской там РТПП какой-то, Сергей Катырин. Очень много было хороших, глубоких выступлений. Мне понравилось очень серьезное, глубокое выступление патриарха Кирилла, как всегда. Ну как всегда, он как всегда сказал, не упоминая ни одного места, может быть, из Библии, как всегда. Ну и это что означает? Я сколько знаю, не всегда он говорит о Боге именно. Мне кажется, что очень умные вещи говорил, очень глубоко выступление было у председателя конституционного суда Валерия Дмитриевича Зорькина, у депутата Госдумы Ирины Яровой. Вот этот закон сейчас там нельзя проповедовать. Штрапами задушили. И других. В общем, здесь собрались интересные люди, измучали интересные мнения, даже у Владимира Вольфовича Жириновского. Даже. Что касается того, удастся ли нам сохранить диалог Востока и Запада в нынешних условиях, то, как я понимаю, если мы хотим и на Востоке, и на Западе выжить, то неизбежно придется этим заниматься. Куда нам деваться? Выжить. Главное у всех сейчас жить, грешить и не болеть. И не умирать. Жить, грешить и не болеть. Это лозунг такой. И вот кого набрали они? Хоть одно слово о Боге есть? Нет, конечно. До такого общества-то можно было такое кинуть, чтобы они в дверях друг друга давили, выбегали от ужаса. Князья Содомские и Говорские. Если Господь есть Бог, Ему служите. Если Вал Ему служите. В виллу идут поклоняются, идут в мавзолее. Я ни разу там не был. Ну, можно было слово-то сказать-то. Я думаю, что любой диалог – это всегда благо. Это первое. Ну, и серетиком может диалог быть. Первое, второе разумление, а потом отвращайся. Никаких динаминаций, конфессий нет. Эти слова заменили, прикрыли слово «ересь». «Ересь». Какой ереси? Второе. Если здесь Всемирный Русский Собор, то люди приехали из разных стран. Вот как Кулешов, как его там называли, Тулешов, Тахтар. У него отовсюду были. Если здесь Всемирный Русский Собор, то люди приехали из разных стран. Люди, которые, я надеюсь, имеют какое-то влияние, в том числе и на политиков. Люди, влияние на... Это дружба с миром. И на предпринимателей, бизнесменов. Это прелюбодеи и прелюбодеи собрались. Вот согласно этого эпиграфа. Чем больше это влияние, тем больше шансов, что мы подтолкнем политиков к тому, чтобы договаривались по самым сложным вопросам, чтобы войны не было. Ну и плюс здесь же все-таки русские люди со всего мира собираются. Это же вопрос экономики, то есть не спасения души. Многие из них имеют прямое отношение к бизнесу. Здорово. Дружба с миром есть вражда против Бога. Прелюбодеи и прелюбодейся. Садомиты и гаморские князья. Это возможность создания дополнительных площадок для организации бизнеса. Собор русский. Они площадку готовят и больше людей обирать. Софрина еще на миллиардов пять прибыль будет иметь. Свечками вонющими задушили страну. Ни одной из лесковой свечи-то даже нет. С одних крестиков мне один сказал. Говорит, ты знаете какой доход крестиков? Я говорю, а какой? Я знаю 100, 200, 300, 400. Дальше Карл Маркс не пошел. Больше прибыли не было. При 400% выгоды нет того преступления, на которое капитал не пойдет даже под страхом виселицы. Он говорит, пять виселиц строить надо. А сколько? Две тысячи процентов. Да не может быть. Но я проверить не мог. Но во всяком случае навар немалый. А почему? Десятину убрали. А десятину никто платить не будет. Прохожий не будет платить. А купить? Взять. Все покупаем. Для машины, для себя, для подруг. Дальше. Это возможность создания дополнительных площадок для организации бизнеса. Если они даже сами не имеют бизнес, то они имеют связи в стране, где они проживают постоянно. Так что я думаю, что это хорошая площадка, в том числе для экономики, наживаться. Но в первую очередь это, конечно, общение. Общение русских людей, поддержание русского мира. Кто вас поддерживает? Этот мир, русский мир, как анекдот рассказывает. Умер, когда Брежнев, а его там встречает, кто до него там умер. Умер после него. А кого избрали? До Горбачева. Горбачева. Так он же молодой еще. Молодой, 50 с лишним лет. А кто его поддерживает? Да никто не поддерживает, сам ходит. То есть они по себе-то привыкли. Как Ворошилова возили, говорят, всегда реанимационная машина сзади шла. Трупоеды. Трупная страна. На одних этих инвалидах было. Сейчас хоть молодые где-то есть. Реанимация. Это все те, кто говорит на русском языке. Те, кто к России позитивно относится. То есть одобряют все, что у нас тут совершается. А за все придется отвечать. За все. За все, за все придется отвечать. Это не имеет какой-то национальности. Не обязательно быть русским по национальности. Чтобы быть причастным русскому миру. Можно быть, например, и индусом. Тут я не понимаю, что надо еще посмотреть, что-то какое-то... Было 20 увеличить. Это жесть. Ну и понятно. Мирские люди. Мирские. Говорят по-мирски. Мир и слушает их. А как я избрал вас из мира, верил вам слово, мир вас возненавидел. Мои слова не понравятся кому-то. Светлана Харламова. Здравствуйте. Такой вопрос интересует меня. Известно, что один Бог у иудеев, христиан и мусульман. Известно. Откуда это известно? Интересует. Совсем даже неизвестно. У евреев и у христиан один Бог. А почему-то Господь говорит, Бог ваш дьявол. Вы хотите исполнять похоти отца вашего. У мусульман качество их, как его они называют Богом для себя, и качество нашего, свойства, они не схожи. Это разное. Это совершенно разное. Почему же указания он дает разное этим народам? Ну, какие? У иудеев он велит убить лучшего изгоев. И все гои – это скот. Гои, то есть не евреи. А христианам нужно подставлять другую щеку и смиряться. Ну, а почему вы решили, что у евреев так где-то в законе не написано? У них Ветхий Завет из нашей... Теперь их Библия к нам пришла. Ну, как перешла? Мы приняли оттуда. В шатрах симов поселились. Разные указания. Это они. Шульхана Рух. Вы перепутали. Это их настольная книга Шульхана Рух. Найди лучшего гоя, там, русского христианина и убей его. Ну, это не из их, не из закона. Тора это не говорит. А христианам подставляют, да, это из Евангелия. Ничего тут нет. У евреев нигде не написано, что найди язычника и убей его. Этого нету. Это у мусульмане. Там, если они захватывают, язычник, многобожник-то убить может. А христиан, лишь бы закят платили, налог и все. А то, что убивает христиан где-то, они делают это уже, ну, не по-своему, не по своей священной книге. Вот что пришлось сзади вчера почитать. Поэтому, кто желает, вот что Галина говорит в лестке, выйдет. На меня выйдете, может договоримся. И тогда я буду отвечать. Ну, я уже кратко ответил. А что бы вы сказали? Сказал бы, поприветствовал. Как поприветствовал? Ну, сказал бы, добрый день. Добрый день. Это ни к чему не обязаны. Даже здравствуйте не сказал бы. Зачем здравствовать тем, которые давным-давно и жили себе? Ну, а далее сказал бы, мы собрали вас. Тема такая вот, чтобы не было войны. Это невозможно. Война – это наказание от Бога. Мы хотели, чтобы к русским относились хорошо. Это невозможно, согласно Слову Божию. Мы омерзели всем, опротивили. Что делается? Что сделали? Что было раньше? В этот, в Афганистан зашли. Сколько их поубивали? Я считал, не знаю, насколько достоверно. 14 700 гробов оттуда русских было. И там чуть ли не 50 тысяч только раненых. А у них 2 миллиона населения, 18 миллионов, говорит. Я цифры просто отсюда беру. Не проверял. И теперь какая там дружба? Зачем залезли? Что-то приобрели? Нет. Теперь американцы там такие же самые ошибки, такие же взрывы. А им эти стингеры там чем стреляют, самолеты сбивают, сами же продавали. Как они охотились за этими, показывают русские. За этой булавой, которая их сбивает. Ну, все это читаешь где. Мирская организация. Если патриархия это от Бога, зачем они туда лезут? Вот эти соборы. Собор должен быть один. Проповедь Евангелия. Идите по всему миру. Не к себе собирай их, а идите. Наоборот. Ну, собрались, приехали, ели. Сколько там проедено всего? Какая там кухня была? Ну, как вот меня поводили в Белый дом. Я был еще до его сожжения. Глеб Якуни меня проводил. Какая столовая, дешево. Какие там что у них все. Пища, напитки и другое. И что они изменили? Да нет, конечно. И после этого. Ну, после этого разгромили и Белый дом. Ну, и вот они собрались, поговорили. Как это на кого может повлиять-то? На люди даже не знают. А об этом соборе, что они сейчас собрались. Ну, зайди в храм любой. И вот так, выходят люди из храма. Давайте сто человек опросим. Да ни один не слышал. Ну, слышит, слышал. А эти, которые там вышли, скажите. Вот вы говорили, вы думаете, повлияете на людей? Да не думают об этом. Он думает, теперь ему показали направление бизнес. Теперь мы познакомились, русские люди. Давайте как-то... Все это обман. Дружба с миром, вражда против Бога. Прелюбодеи собрались. Прелюбодеи. Все до одного. Если ни один не выступил и не сказал. Почему? Да дружба с миром, вражда против Бога. И название духовная проституция. Если не верующий, для него этой разницы нет. А для верующего большая разница. Говори, как Бог скажет. Пророка Михея бы призвали. Что бы он сказал? Пророк Исаия зашел бы. Что сказал 1.10? Князья Содомские и Гоморские. Кто из Франции здесь? Самая развратная страна. Оттуда все шло. Как Серафим Саровский говорил об этом. Да игрались с французами. Вот они теперь будут вас учить, как правильно жить. Неужели ни одного пророка в России нету? Почему он там не оказался? Почему не откинул этих стражников в сторону и не зашел, не сказал? Но рано или поздно это будет. Будет. Как вот захватывали там Норд-Осси, везде потравили газом. Будет и здесь тоже. Бог не может бесконечно терпеть. Божьему долготерпению придет конец. Сказать на это ничего не могу. Не могу сейчас, пока нет. Ну, в общем-то, уже кое-что сказал. Смотри. Я когда Библию-то открывал, она открывалась, но не видна была почему-то. Раз, я два, три. Сколько раз нажал, столько раз и открылось. Вот тоже система не совсем. Ну, ладно. Четыре открыл. И даже пять. Она мне не нужна. Это вот открыто мешает. То есть программа эта не нужна, не Библия. А то привяжутся еще и скажет. Так. Вот кто-то зашел сейчас за это время. Кто? Наталья Усатая. Почему она Усатая? Не знаю, фамилия ее, имя или что-то. Видно, с ней я разговаривал, что-то было. Ну, день рождения. Ну и что день рождения? Ничего, смотри. Вот у меня день рождения. Я открываю, активирую, копирую. Ctrl-S. Опять захожу сюда. Вот она, Наталья Усатая. Ctrl-V. Понеслась. Все. Поздравил ее, что справлять не надо. Попутно идет работа. Ну и вот наши ресурсы. Мой мир. Я люблю мой мир больше, чем ВКонтакте. Там тоже страницы есть. Одноклассники. Фейсбуки. У меня везде-везде твиттеры, там, модераторы страницы сделали. Я нигде не бываю. Вот это. Легко общаться. Очень много всего можно иметь. Вот у нас здесь видео 4769 наших. 20555 фотографий. Все по папочкам легко найти. Ну вот второе. Это наш форум. Православный форум. Вот здесь вот новое сообщение. Надо, видите, на первую страницу вот сюда выйдешь. А выйди на главную страницу. Там по отделам, что тебе надо найти. Вот здесь вот общий поиск. Вот выделяется где. На него нажать. Рамочка выйдет. Запиши, что тебе надо. Болезнь. Здоровье. Вот о болезни мне тут одна вчера написала. Я даже не понял, кто это. Елена. Потом она через Никиту сказала, что она. У нее, видимо, девичья фамилия другая. Я не узнал. Вот. Ну и наш видеоканал. Во свете Библии. Все во свете Библии. Сколько ни обращался, если нет в интернете, чтобы сайту посвящали гимн. Как вот у нас здесь вот нам некоторые давно не слышали. Я могу его прочитать. Во свете Библии. Все во свете Библии открыты моком. Ну, у нас тут, конечно, не Андрея Кураева. 5366 подписчиков. И по рассмотру 4442 тысячи. Тут 5800 наших видеороликов. Ну и самое-самое ценное. Это наш православный библейский сайт. Вот я его сейчас открываю. Открываюсь. Еще и не откроешь. О! Все, скинуло. Ну, значит, нету. Если она начала барахлить, система, то она уже туда не загонишь. Ну, вот, видимо, она везде сейчас меня выкинет. Вот если я обновить решил, сейчас она и здесь закроет. Все. Не дается получить доступ. Но уже ничего не сделаешь. Не раньше, не позже. Ну, так система работает. Я хотел еще дальше показать. Вот во свете Библии, вот видно, зарядите сайт. Ну, нету. Нету. Вот такую цифру выкидывает. Вы войдите в систему. Какой пользователь имя ничего не принимает. Это обман. Обманная вот эта рамочка. Открыть невозможно. Только надо все выключать. Там модем переключать. Дать ему 4 минуты отдохнуть. И прочее. Ну, раз нету, значит, вопрос и закончит. Да и так уже сказал. Так, а я думал еще показать вот этот гимн. Давно его не было. Во свете Библии. Гимн составили. Нет твердость руки и сомнения нет. В христовых пресветлых стопах. Нам путь освещает лишь Библии свет. В земных и небесных мирах. Должны вынести слово Божье в сердца. Всем людям планеты Земля. Забытые строки с любовью Отца. Мы сломим вновь правду Христа. Мы сломим вновь правду Христа. О свете Библии. В боем об истине. Мы путь прокладываем злой. Делами гимнами, Христе едиными. Идем мы православный бой. Мы пали в грехах, забыв Божий страх. Родители нынче в слезах. Ты смело шагай, не унывай. Другим на пути помогай. С Христового пути нам нужно идти. Пройди километры дорог. Ты слышишь вперед, труба нас зовет. И это все делает Бог. О свете Библии. В боем об истине. Мы путь прокладываем злой. Делами гимнами, Христе едиными. Ведем мы православный бой. Вот столько врагов и столько друзей. О Боге ты не забывай. Ты в жизни своей все преодолей. Лишь к Божьему слову взывай. Оно тем сильней, сердце твое. Звучит все ясней и ясней. Ведь Бог свет создал, нет ничего. И в мире всем станет светлей. По свете Библии, поем об истине. Мы путь прокладываем злой. Делами гимнами, Христе едиными. Ведем мы православный бой. О свете Библии, поем об истине. Мы путь прокладываем злой. Делами гимнами, Христе едиными. Ведем мы православный бой. По свете Библии, поем об истине. Делами гимнами, поем об истине. С Dr community. Ведем мы православной гимнами.